добрый день дорогие друзья своими лена виктория можно просто века и сегодня мы продолжаем уроки по бисероплетению для новичков и наш урок будет посвящен петельные техники вообще петельная техника это одна из самых моих любимых техник я считаю несмотря на ее простоту с помощью этой техники можно создавать просто шедевры ну посудите сами соцветия моей сирени незабудки цветочки они сделаны в петельной технике лаванда полностью и листочки и соцветия в петельной технике что еще у меня есть из мастер-классов аптечи аптечная ромашка цветочки в петельной технике и также еще у меня мастер-класс забыл совсем у меня уже этих мастер-классов много а да пожалуйста хризантема петельная техника и конечно же а ну и конечно же мимоза мимозы и листочки и соцветия тоже в петельной технике поэтому это одна из самых любимых моих техник и я думаю что я уже доказала на практике что действительно с помощью этой техники получаются очень реалистичные цветы и сегодня мне хотелось бы познакомить вас всего с несколькими видами видами петель которые очень часто и я использую и я думаю вы также используете когда плетете ваши композиции но вы может быть просто не придаете значение составляющим и названием этих петель и так начнем обычно обычно я советую вообще своим ученикам и вам советую мерить низочку бисера не в бисеринках а в сантиметрах я уже говорила почему потому что когда примеру вы работаете с китайским бисером то размер китайского бисера очень отличается в пределах даже одного номера от размера чешского или японского бисера но к примеру представьте такую ситуацию вы плетете какую-то композицию и к примеру вы плетете ее из дорогого чешского бисера и потом один прекрасный момент вы замечаете что запасы вашего чешского бисера иссякли а вам совершенно необходимо закончить композицию иначе она вас так будет лежать без дела а у вас совершенно вот нет ни одной бисеринки чешской но на помощь может прийти другой бисер например китайский вы можете подобрать его по цвету но когда вы считаете по бисеринкам то например петелька из 10 бисерин или с 12 китайского бисера да вот такая вот она затем вот эта низочка по размеру будет отличаться если вы наберете столько же петелек японского или чешского бисера потому что все-таки размеры этих производителей бисеринок даже в пределах одного номера например 10 или 11 они различаются но если вы до этого все мерили в сантиметрах то никакой разницы китайский это бисер чешский или японский не сыграет и вы прекрасно закончите быстро свою композицию никто ничего и не заметит итак начнем все таки с простой петельки ну к примеру я набираю полтора сантиметра бисера мне для этого необходимо еще набрать ну может быть одно а то и две сейчас мы посмотрим так до 1 это лишнее далее я просто немножечко по длине и кончик сделаем далее просто складываю эту низочку напополам таким образом чтобы вот эти две бисеринки были крайне напротив друг друга ровненько и скручиваю 1 2 вот это у нас получилось все приближем вот это у нас получилось одинарная простая одинарная петля петля петелька также есть такое понятие как непрерывные одинарные петли что это такое для этого мне сейчас уже придется пожертвовать своей проволокой и отрезки так после того как мы сделали одну петельку одинарную мы также набираем опять полтора миллиметра ой полтора сантиметра бисера договорился так идеально практически и буквально на расстоянии трех миллиметров но я честно даже и не меряю потому что я уже гласнометанный так сказать вот так просто пальчиком придерживаю делаю петельку сжимаем ее и скручиваем раз два иногда я скручиваю три раза потому что ну вот был моей практике такое что петельки раскручивается так обидно и так вы можете выполнять серию таких непрерывных петель очень я уж люблю вот такие петельки потому что как если вы смотрели мастер-класс по лаванде то там как раз соцветия сделаны серии вот таких вот петелек и так это простые петельки непрерывные вы их можете сделать огромное количество также есть такое понятие как скрученная петля сейчас чтобы ее показать я вам наберу побольше бисера вообще скрученная петля как таковая вот я ее саму по себе не использую не использую так вот даже три наберу но я использую непрерывные скрученные петли так сказать для того чтобы делать бутончики вот смотрите я набрала к примеру три сантиметра бисера делаю вот такую тоже более длинную петельку сплющиваю ее конечно сделаю скрутку три раза а теперь я вот так вот беру и просто и перекручиваю в одном направлении вот это вот называется вот скрученная динарная петелька а сейчас мы ее раскрутим и я сделаю еще серию непрерывных простых петелек еще две петельки добавлю каждую из трех сантиметров я вам покажу что из этого можно сделать итак вот я сплела три непрерывных петельки а теперь что мы делаем мы делаем вот так вот их вместе соединяем делаем под ними скруточку два-три раза и затем перекручиваем их в одном направлении все три штучки придаем форму бутончиком помните как мы делали вербочку кто не видел проходим пожалуйста на моем плейлисте по мастер-классам вы найдете мастер-класс вербы там все это есть и получается вот такой вот бутончик и так мы сейчас с вами рассмотрели два вида петель переходим еще одному очень популярным виду в котором обычно все делают фиалочки это непрерывные петли но они уже идут двухрядные трехрядные в общем многорядные петельки ну к примеру я набираю к примеру я набираю полтора сантиметра висера еще раз повторяю что когда вам говорят что низко полтора сантиметра значит петля будет два раза меньше правильно мы же скручиваем все пополам так вот полтора сантиметра низко мы делаем вот такую вот петелечку скручиваю два раза далее мне опять придется пожертвовать проволоку и отрезать ее а далее мы набираем бисер и делаем как бы второй ярус вокруг этой петельки мы ее обкручиваем вот так вот так и видите мне еще бисера не хватает я набираю столько сколько мне нужно причем набирать нужно так чтобы не было зазоров между первым ярусом и вторым то есть чтобы вот такого вот не было но опять же если только это не требует ваша схема а я люблю чтобы все было вот так вот плотно плотненько спасибо спасибо вот видите меня даже эта бисеринка лишняя теперь я ее скручиваю в другом направлении иначе то скрутка первого у вас яруса она раскрутится поэтому нужно делать в другом направлении и вот такая вот петелька вот такая петелька у вас у нас называется двухрядная обкрученная петелька вы можете сделать трехрядную что вы делаете вы опять набираете бисер я свою жужжалку сейчас не включаю пока показываю вам так по простому как и раньше плела так и вот мне тут буквально четыре бисеринки три не хватает сейчас мы их наберем опять делаем так чтобы зазоры не было видите придвигаемся и скручиваем еще разочек вот это вот уже у нас трехрядная обкрученная петелька вот именно такой техникой в основном пользуется когда делают фиалочки это одинарные от двух или трехрядная петелька вы можете выполнять серию непрерывных двухрядных или трехрядных обкрученных петелек вот когда вы сделали вот эту петельку вы делаете все то же самое но здесь примерно отставляете но наверное миллиметров 6 а то и 7 пустой проволочки вот так сначала мы наберем с вами опять полтора сантиметра бисера полтора по моему нас было до для первого ряда я помню там одна бисеринка 2 будет разница особо это не сыграет теперь дальше примерно вот вот такой вот промежуток мы оставляем пальчиком держим на этом уровне мы делаем первую петельку скручиваем два раза видите сейчас у нас вот это расстояние все уйдет за счет еще двух рядов и скруточки далее делаем второй ряд сколько нам нужно и обкручиваем наш первый ряд опять в том же направлении так чтобы следим чтобы все было плотненько скрутили в противоположном направлении и два раза и делаем третье так и все и скручиваем сколько три раза вот этот бисер вы можете дальше использовать если вы плетете например там 45 лепестков и вот смотрим вот видите вся проволока у нас ушла на скруточку лепесточки листочки наши плотно расположен друг другу все замечательно все красиво правильно значит еще раз напоминаю если вы делаете серию непрерывных обкрученных петель и всего из двух рядов то расстояние между вот эта проволочка между первым лепесточком и началом 2 петельки у вас буквально 45 миллиметров если из трех рядных то расстояние примерно 6 это даже вот 7 миллиметров я делала вот таким вот образом так но я думаю стоит показать еще последний вид петелек это перекрещенные петельки я тоже достаточно часто используется петельки своей работе здесь уже нужно наверное мне низочку сделать сантиметра 4 иначе не увидите вы результата а так сделала я низку 4 сантиметра сделала я петельку как советует вообще мастера бисероплетения в школе нас учили желательно чтобы было четное количество бисерин потому что вот здесь вот когда нечетное количество бисерин то у нас бисеринка одна по центру что мне очень нравится в данной технике нам нужно так сделать чтобы у нас была здесь немножечко проволока да чтобы бисеринки здесь располагались как бы по одной линии но был пробел проволок проволочка вот здесь вот была и так скручиваем допустим два раза теперь опять жертвую проволоку как всегда и теперь мы набираем бисер столько сколько нам нужно тут уже считать по сантиметрам не нужно вы сами увидите когда вам захватит этого бисера все сейчас посмотрим и вот смотрите что мы делаем я делаю это на переднюю вот так вот сторону сдвигаю основную проволоку и как бы провожу ее по центру далее я отодвигаю бисер вверх когда уже мои бисеринки дошли до верхушки вот эта бисеринка она уже будет лишнее она будет торчать видите я ее убираю и теперь проволоку загибаю назад как бы перекрещивая и и придвигаю бисер и делаю уже до основания смотрю где мне нужно проволоку бисер убрать и делаю скрутку два-три раза сейчас я вам покажу что получилось когда мы сплющим нашу конструкцию у нас получится вот такой вот замечательный лепесточек с его помощью вы можете делать самые разнообразные цветочки и обязательно своих мастер-классах вы в этом в моих мастер-классах вы убедитесь в этом и я достаточно еще раз повторюсь часто использую эту технику и еще раз говорю что это называется перекрещенная петелька сплющенная такая плоская перекрещенная петелька вы также можете делать серию непрерывных перекрещенных петель вы можете это сплющивать а можете оставить как это было до этого сейчас уже не буду придавать форму хотя сейчас покажем но я его скажешь включил ну вот так вы можете оставить вот такую пожалуйста также вы можете вот так вот перекрутить кстати если вы вот здесь вот зажмете наверху а здесь немножко внизу сплющите у вас опять получится очень даже симпатичный бутончик ну что ж я надеюсь что основы петельной техники вы поняли и я также надеюсь что это видео будет вам полезно в этом замечательном в мире бисероплетения и следует следующий урок также будет посвящен петельной техники но там мы с вами уже будем делать листик который вы можете использовать буквально везде листики получаются замечательные красивые и ажурные это будет техника непрерывных боковых петелек а на этом мое видео заканчивается мой урок подходит концу пожалуйста ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы обязательно я буду рада всем ответить и подписывайтесь на мой канал всем пока пока